Каждый раз, когда я открываю свой шкаф, я вижу очень много одежды. Но, как ни странно, чем больше одежды, тем меньше вариантов. Чем больше становится одежда, тем больше времени уходит на подбор и компоновку. Согласитесь, когда есть одна пара джинсов и три кофточки, то сбор занимает ровно одну минуту. Я до недавнего времени, как и многие другие, совершала покупки в магазинах довольно хаотично. Я приходила, и если мне нравилась какая-то интересная кофточка, то я ее покупала. Но в последнее время я заметила, что у меня в гардеробе стало слишком много интересных кофточек, и вместе все они выглядели как перебор. С этого времени я пересмотрела свое отношение к шоппингу. Я постоянно слежу за последними тенденциями, листая глянцами журналы, смотрю, что носят знаменитости, какие коллекции выпускают какие-то бренды одежды. Но главное, что я поняла, это какими должны быть мои базовые вещи. Теперь я знаю, какой кровь мне идет, и что для меня будет актуально как сейчас, так и через пять лет. Хороший пример это юбки-колокольчики. В последнее время у меня в гардеробе появилось их огромное количество. Все они отличаются по цвету или фактуре, но в то же время их кровь остается неизменным. Эксперты говорят, что это чисто мужской подход к моде, когда покупаешь одну и ту же вещь в разных оттенках. Но если тебе эта вещь действительно идет и будет актуальна на протяжении многих лет, то почему бы и нет? Сегодня я стараюсь большинство своих вещей покупать все-таки в проверенных фасонах. Давайте, наверное, отнесем их к безопасным. Но все же на какую-то небольшую долю я продолжаю рисковать и покупать какие-то очень трендовые вещи. Чаще всего я покупаю одежду в интернете, и по картинкам не всегда понятно, как на вас сядет какой-то очередной песк моды. Но если вы уверены в фасоне, то, скорее всего, вещь вас не разочарует. И сегодня я хочу показать вам как раз-таки один из примеров моего недавнего заказа. Мини-юбки снова вернулись, и в сочетании с укороченным топом такие комплекты появляются везде. Мне, безусловно, такой образ тоже понравился, и я рада, что смогла скомпоновать его с тем, что уже был у меня в гардеробе. Причем этот свитерок как будто ждал свою идеальную пару, потому что за все время, пока он у меня был, мне удалось его скомпоновать всего лишь в одном наряде, и то я не была на 100% им довольна. Этот образ получился очень элегантным, и мне кажется, что не без изюминки, потому что есть в нем какая-то такая небольшая изюминка. Все-таки этот тренд открытого живота превращает этот образ из какого-то более классического, что-то более трендовое. Второй образ уже из раздела безопасных. Помните, я говорила вам в этом из своих видео, что сейчас очень модно сочетание серого на сером, белого на белом, и так далее, и тому подобное. И вот этот образ, это как раз очень яркий пример именно такого образа. Серый настолько универсальный, у него столько оттенков, как минимум 50, если вы знаете, о чем я говорю. В целом этот образ получился очень девчачьим, очень casual, и как раз в моем стиле. Такой наряд подойдет для шопинга, для встречи с подружкой, да и на свидание тоже можно его одеть. Третий образ совершенно другой, хотя основан тоже на аналогичной юбке, просто другого цвета. И здесь я применила методику цветового блока. Если посмотреть на меня сверху вниз, то видим, что на мне чередуется бордовый с коричневым. Этот образ получился очень молодежным, и я думаю, что как раз таким молодым девчонкам он очень придется по душе. И сама я уже жду, не дождусь весны, когда можно будет щеголять в какой-то легкой одежде, и глаз будет радоваться всем ярким краскам. Надеюсь, это видео вдохновит вас более разумно подходить к своим покупкам, но также прошу вас, не забывайте рисковать. Ведь это так интересно, когда есть что-то новенькое в гардеробе, что-то, что мы не привыкли носить. Потому что сразу происходят внутренние перемены, когда что-то надеваешь, то, что тебе совершенно не свойственно. Даже меняется походка, меняется настроение, и это на самом деле замечательно. Как сказала Coco Chanel, для того, чтобы быть незаменимой, нужно постоянно меняться.